Андрей Андреевич, а вот, ну, я тоже заряжаюсь у вас оптимизмом и тоже думаю, что все эти вопросы с финансовыми, с поставками вооружений, жизненно необходимыми, он будет решен, но тем не менее решения нет и как бы все немножечко нервничают по этому поводу. А у вас есть какое-то понимание, когда все-таки этот вопрос будет закрыт, ну, на капиталистских холмах? У меня есть понимание, потому что этот вопрос касается не только помощи Украины в зале, а вообще всего американского бюджета. До 15 декабря пока временно. Если все эти вопросы должны быть, ну, во-первых, на ноябрь-декабрь никаких проблем нет, у Украины осталось там 5 миллиардов неиспользованных, на два месяца это хватит. А во-вторых, это будет решено, ну, я полагаю, так в течение, до конца ноября. А что вы имели в виду, могли бы вот так вот шире рассказать этот момент, что, ну, что, во-первых, Вашингтон текст заложенного воспринимает не через призму политики, а через призму военно-технических решений и ответов. И вот вы сказали, что они, ну, с воодушевлением или как бы с интересом изучили этот текст. Так вот, какие-то, ожидаете ли вы какие-то новые подходы в данном случае в части тех же поставок, я не знаю, количества? Ну, то есть Зеленский хочет, Зеленский, ну, он тоже хочет, но в данном случае я бы написал, Залуженный, он хочет новый порох. Нужно что-то придумать такое, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Ну, или, по крайней мере, сдвинуть линию фронта в сторону государственной. Ну, это метафора новый порох. Порох, весь порох, который нужен для победы, он хорошо известен. Это минимум две сотни самолетов 16, и столько же дальнобойных ракет, этих с дальностью 300 километров. Ну, и все там, Залуженный, гораздо подробнее, и по радиоэлектронной борьбе, и по контрбатарейной. Там есть список, он, это же второй текст, он писал подробную статью в ноябре. И тогда, в ноябре, в общем, речь, что о танках и артиллерии, это ему дали. Но мы все убедились, и Залуженный приводит примеры из советских. По-моему, вот его ссылка на советского генерала 41-го года, такой тонкий троллинг своих американских коллег. И вообще, я полагаю, что его статья была согласована с американскими военными, которые такие же профессионалы, как и Залуженный, прекрасно видят ситуацию. Какие выводы? Вот самолеты, дальнобойные ракеты, и как можно больше. Но главное, что выводы политические. Вот я привел вам несколько цитат высших государственных деятелей Соединенных Штатов, все же они заканчивались тем, и один и тот же рефрен. Путин хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, Иран и Хамас хотят уничтожить Израиль. Мы, как самое могущественное в мире, мы никогда это не позволим. То есть речь идет, да. Кстати, вот одно из замечаний Джонсона было, когда он еще не был спикером, я говорю, он всегда говорил, что я не против помощи Украины, мне только нужно, чтобы была отчетность. Ну, это старая песня об отчетности, но отчетность, пожалуйста, там. Пентагон уже послал десятки всяких кураторов, ревизоров, и проверяет каждый винтик, и все это в компьютерах. И второе, мы должны понять цели нашей этой войны, и пусть президент Байден объяснит нам какие-то цели. Вот президент Байден объяснит, он уже объяснил их в своем историческом обращении к нации и в ряде других выступлениях. Что касается Украины, он сказал, нам нужно оказать такую помощь Украине, чтобы она смогла вышвырнуть агрессора со всей оккупированной им территории. Так что, как должен отреагировать, ну, заужен ничем. Ну, правильное выступление, конечно, он помог, но, в общем, его слова пали уже на выставленную почву. Выставленная почва – это два события произошло, крупнейших, две наших победы. Это первое – это победа внутри американской администрации, победа линии Блинкена-Остена, линии Бёрнса-Селивана. Вот вы слышали что-нибудь в последнее время от Бёрнса-Селивана? Ничего, а иногда, когда говорят, говорят очень правильные вещи. Бёрнс ничего не говорит, а Селиван повторяет правильные вещи за Блинкена. Это первое. Определился коллективный Байден. Без этой победы не было бы вот тех выступлений Байдена, которые процветили. И второе – это тоже нам помогло, как это не сценично звучит, вот этой агрессии Израиля, Хамаза. Руководство Соединённых Штатов понимает Украину и Израиль как два фронта мировой войны, которые ведут Соединённые Штаты с астритарными режимами. И Соединённые Штаты намерены в этой войне победить. Ну вот, и раз уж мы заговорили за Лужином, что там мне интересным показалось, это имеет к нам отношение. Это аналогия… С Первой мировой. С Первой мировой. Она очень правильная. Но она это не в первый раз. Вы знаете, Первая мировая война, все вот эти активные действия, позиционные, они же где-то закончились через несколько месяцев. Где-то к осени, когда тоже она поступила распуться французской, немцы не взяли Париж. И, собственно, после этого на громадных фронтах это стала позиционная война в окопах с громадными жертвами. И в этой позиционной войне исход войны решило, и ничего другое не могло решить, не какие-то действия полководцев, или даже, скажем, не столько производственные мощности, решило политическую и психологическую волю. Проиграл тот, кто психологически сломался. А к концу 16-го года, ну, в общем, сломались все. Но когда идет три года, и мы приближаемся к этой ситуации, ведь усталость от войны – это объективная вещь. Она есть и в России, и в Украине. И Заужин правильно говорит, что без прорыва технологического, без пороха, а вот порохом является вот то оружие, его порох не надо изобретать, он лежит на американских складах, его нужно доставить в Украину. Без пороха будет позиционная и знаменитая война. И он тут правильно предупреждает, что, в общем-то, в этой войне скорее преимущество у России, у которой там больше военно-промышленный комплекс, мобилизационный комплекс. Но я бы сказал другое, что проиграет тот, у кого сломается психологическое, тот первый психологически сломается. Вот в 16-м году Австро-Венгрия была уже просто на грани совершенно поражения. Россия проиграла, потому что она сломалась психологически из известных событий в России. Сначала февральская, а потом октябрьская революция. Не было уже никаких там наступлений из германской армии, которая бы там подошла к Петербургу, и Москве, ничего подобного. Россия сломалась изнутри. И так же и закончилась война тем, что... А в 18-м году, ведь когда было подписано перемирие 11 ноября, еще ни один кулачок германской территории не был оккупирован. Линия соприкосновения сторон, она шла в значительной степени там ближе уже к границе французской. Немцы сломались психологически. Там было восстание матросов, моряков. Или, ну, беспорядки начались в Берлине. Вот что сделало. Поэтому вот замысел вот этой громадной психологической операции, в которой участвует левая, левая, как я их теперь называю, левая демократическая, российская пропаганда. Ну и какие-то людишки нашлись, и рецепиенты. Рецепиенты и в Украине не будем их называть. Это ввиду тех, кто солидаризируется с текстами, что нужно вступать в переговоры и по факту отказаться от оккупированных территорий. Ну, это знаменем этих текстов стало, их знаменем стал текст Шустера. Они жульнически приписывают к себе текст за ужин, хотя тот не имеет ничего общего с ним. И вот как мухи не слетелись. Это такой тест был. Все, кто помышляют о капитуляции, они вот себя активизировали. Но на самом деле к психологическому сулому ближе России, мне кажется, сейчас. Продолжение следует...